Так, коллеги, сегодня у нас один из засегдатаев нашего семинара. Да, я уже... Не помню, который у нас. Третий, максимум третий. Нет, я засегдатаев еще, наверное, рано меня считать. Ну, третий доклад, это уже Лев Владиславович Уженщик, который представляет кафедру общей физики, а кто, кроме того, представляет он сам, скажите. Так, значит, с субъниторией мы уже давно познакомились, да, так что я бы не остался себя поставить, будем подробно. В общем, с некоторых пор я работаю профессионально на кафедре общей физики. То есть у нас же студенты должны знать, что есть две категории преподавателей вот на этих кафедрах общих, да, на нашей, на теофизике, на тематике. Это совместители, которые в основном, основной работой у них это исследовательская, а преподавание у них как смежная деятельность. И наоборот, профессиональным преподавателем, для которых исследовательская работа является сопутствующим видом активности. Вот я долгое время был и, надеюсь, остаюсь исследователем профессиональным. И несмотря на то, что сейчас я перешел в штаб кафедры общей физики, я все-таки еще не считаю себя профессиональным преподавателем. Но думаю, что тут надо больше опыта, чем у меня есть, для того, чтобы быть профессионалом. Поэтому, ну, я не оставляю свою советскую деятельность. Я тоже был на общей физике, но только я был совместителем, так, периодически. А как со мной или со мной? К учательством. Я работал в учательском институте. Отработал там 28 лет. Ну, это не вы один сейчас, сколько учательных перебрались на стартную физику? Ну, ладно, это не имеет отношения прямого к теме моего доклада. Так или иначе, я, значит, как в качестве исследователя, я был и остаюсь членом международной коллаборации ГЕРТА. Это экспериментальный, международный экспериментальный проект, который посвящен поиску безнейтринного двойного бета-распорта. Ну, при этом, чтобы говорить о физике, я вообще хотел бы несколько слов сказать о том, что такое коллаборация. Вот это слово, это крайне с английского, да, просто сотрудничество. Но когда это по-английски произносится, имеется в виду нечто большее, это стало термином уже. Такое жаргонное слово. Оно означает содружество людей из разных стран, из разных научных институтов. В основном, конечно, это ученые, которые вместе, совместными усилиями, разрабатывают какой-то проект, который не под силу. По финансам, по людским ресурсам, одному институту, одной стране. Но даже если и под силу, все равно, как выяснилось, чтобы коллаборироваться, объединяться вот с такими коллаборациями, выгодно. Потому что объединяются как бы ресурсы разных научных школ, объединяются разные подходы. И друг друга люди проверяют, если хотите. Идет перекрестная экспертиза уровня, научного уровня участников и научного уровня детей и разработок. И поэтому коллаборации относятся, международные фонды, европейские фонды в частности, относятся с большим доверием, чем проектам сугубо национальных. Потому что в рамках одной взятой страны всегда возможны какие-то коррупционные, и даже не коррупционные, а просто приятельские отношения, которые выходят за рамки строгой научной экспертизы, и поэтому достоверность экспертизы резко падает. А сколько в этой коллаборации институтов, сколько человек? Это следующий слайд. Это будет просто следующим слайдом. Вот тут, значит, примерно две трети человек в коллаборации. То есть, мы еще пришли? Да, это не самые негативные коллаборации. Ускорительные коллаборации, вот, скажем, церновские коллаборации, они достигают двухсот человек. Двухсот, двухсот с лишним. Наша коллаборация перевалилась за 100, года там, что-то 3-4 тому назад человек. А институтов у нас сейчас давайте посмотрим, посчитаем. Вот, значит, у нас список институтов. Вверху список, полный список членов коллабораций. Включая тех студентов, которые в настоящий момент работают. Студенты являются членами коллабораций, студенты, аспиранты, коротком. Пока они, кстати. А вот Аксакалы, типа, вашего покорного студента, ну, да, виду, божиеные члены этого клиента. Вот от России здесь у нас объемы институты, ядных исследований. Но он не совсем Россия, это международный институт. На самом деле он юридически не есть русский институт. Это институт международный, а Россия просто хозяин, представляет точно. Дальше. У нас есть институт ярких исследований Российской академии наук. Там, где директор Матвеев. Дальше у нас есть институт теоретической и спонтальной физики ТЭФ. Не-не, это часть Кучаевского института. Кучаевский институт, старая основная площадка, тоже представлена. Вот я как раз сам Кучаевский института в каждой вашей коллаборации. Когда она образовалась. И кто у нас еще? Все, все, все. Конечно, главный вклад здесь немецкий. Это исторический, я буду дальше объяснять, почему так. Значит, это удивительная вещь, коллаборация. Это не есть юридическое лицо, это не есть организация, это не есть фирма. И тем не менее, такие коллаборации прочно, надежно работают. Причем бюджет коллаборации несколько миллионов евро в год. Это, что-то сказать, приличная фирма, да? В общем, немаленькая. Все финансовые отношения осуществляются путем парных договоров между институтом. Там выключаются нормальные юридические значения договора, надо платить деньги, что-то, чего-то переводится, материалы, оборудование, физические ресурсы, комбирот. А главное, что это очень устойчивая организация, как выяснилось. Вообще физики много чего удаляет обществу нашему. Самый яркий пример в последнее время это интернет, когда надо было на ускорителе согласовать работу различных диссертных станций, разбросанных на Большом кольце строителей. Они придумали организацию информационную систему типа интернет. Сейчас он уже без него вроде как ожить нельзя. Не интернет, вон, 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 вон. Ну, он назывался, да, по-другому, но идея интернета, я имею в виду структурно, вот это вот идеологически. То есть, интернет. И коллаборация, по-видимому, впереди еще, так сказать, будет иметь развитие вне науки тоже, как организационная форма сотрудничества, организационная форма международного такой, в совместной работе. И эта вот коллаборация существует уже около 10 лет, довелось стоять в самом открытии, еще участвовать в конкурсе на название, был такой шуточный конкурс, как назвать коллаборацию, там были разные предложения, включая Ленин, что там еще было. Ну, надо было придумать, речь шла о двойном бета-распаде, германевые детекторы, поэтому слова ГЕ, там как-то должно быть прозвучать, еще что-то, да, детектор, нейтрино, Майорановская нейтрино, вот, поэтому была идея предложить Мегера. Ну, кстати, Мегера, вот я предложил ребятам, они, значит, сначала удивились, но пришлось объяснить, что Мегера-то изначально это была богиня науки и справедливости, достаточно серьезная девушка, конечно, но злой, теткой она стала уже позже, как-то, это эволюционировал образ этот мифологический. А вначале, изначально это был вполне плавленный персонаж, ну, неважно, Мегера не прошла, получила германевые детки. Хотя по-немецки германевые детки пишутся иначе, да? Знаете, какую-то команду берлинских германевые детки пишутся? А это германевый детектор, германевый детектор, германевый детектор, на самом деле, то есть сборка германевых детектора. Ну, ладно, поехали дальше. Зачем и вообще что такое двойной бета-распад и что с этим, и зачем его надо изучать и искать? Потому что обычный бета-распад. Ну, взрослые люди всегда знают, да, что такое. Что такое, вот для студентов, помните со школы, что такое бета-распад? Нет, да? Ну, сейчас напишем. Значит, бета-распад, это когда один из нейтронов ядра, ядро состоит из протонов нейтронов. Протоны положительный заряд, нейтрон отрицательный заряд. Нейтральный. А? Нейтральный. А, нельзя. Спасибо. Так вот, протон. Нейтральный зарядный нейтрон превращается в протон. При этом спускается электрон и спускается, так называемая, электронная нейтрон. Вообще, как быть, альфа, бета, гамма, это же совершенно условные греческие буквы были названы типы радиоактивности, которые на заре, так сказать, прошлого века, да, там, в начале прошлого века, люди обнаружили и как-то начали изучать, и как-то нам будут рассказывать, что там вылетает, никто не знал, что это электроны оказались. Это выяснилось больше. Но самое смешное, что вот с бета-распадом связана была такая проблема. Если мы посчитаем число электронов, испущенных при какой-то энергии, то у нас, казалось бы, вот про нейтрины ничего не знали. Регистрированы только электроны. Значит, какая у нас энергия должна быть электронная? МС квадрат, минус МС квадрат, да, и минус МС квадрат по коже. И оставшаяся разница должна быть фенетической энергией, да, которую регистрируется везде. То есть, должен быть пик. Причем именно в основном электроны, потому что протон дежурный, он летит? Ну, конечно, да. Если вы посчитаете отдачу, то на энергичную энергию протона ничего не будет. Ну, это я говорю про нейтрон. На самом деле, не обязательно свободный нейтрон. Хотя свободный нейтрон тоже распадается в нестабиле. Ядро. Ядрие может один из нейтронов стать протоном и изменить силу. Для ряда ядера это выгодно энергетически. И люди ожидали вот такой спектр видеть электронов. Ничего подобного. Спектр был бы такой. И он и есть такой. И сейчас он всегда есть такой. Просто сейчас понятно, есть теория этого процесса. И вот как пытались решить этот паразлокс. Два варианта было. Либо нарушать закон сохранения энергии. Либо придумать какую-то частицу нейтральную. Иначе заряд будет нарушаться. Которая не регистрирует детектор. Вот какой-то фикс. Ну дурацкая вообще идея. Правда? Что это такое? Вылетает то, чего мы не можем почему-то поймать. Ну и тогда у нас энергия генетически делится между двумя легкими частицами. И вероятность электрона с разной энергией уже возникает вероятность иметь электрон в смешении. Ну вот эта вот вторая идея прошла. Она потом спустя десятилетия была проверена. Ничего другого кроме как. Некого частица которая была названа электроном антинейтрино потом. В общем нет. И сейчас это классика. Это стандартная модель. Это такие общепризнанные. Общепризнанные понимания для одной практики. Как помните Пауэль, когда взял нейтрино, то говорил, что совершил большой грех с точки зрения физики. Постулировал частицу, которую никогда нельзя зарегистрировать. Да, которую никогда нельзя зарегистрировать. Ну, то есть ввел какую-то да. И был еще спор о том, что откроют все-таки и экспериментально подтвердят существование этой частицы. Я не помню, спорил Пауэль со своим другом, а как зовут друга, я уже позабыл. Но к тому, что они поспорили на бутылку шампанского, когда вот все-таки открыли экспериментальным образом нейтрино, ну, один из друзей уже скачался, к сожалению. Ну, другой обеспечил. Шампанское русло, да? Ну, в общем, этот процесс обычный, нормальный, однократный бета-распарт. Выясняется, что... Причем тут, обратите внимание, если бы у нее было нейтрино, то были бы проблемы не только с энергией, но и с моментом ипульса. Ну да. Потому что все частицы в этой реакции, это фермионы, у всех полуцелый собственный момент ипульса. Да. Так. Ну, в общем, этот процесс известен, он вроде бы сейчас почти ничего нового уже нам не дает. Новой физики мы здесь найти не можем. Однако даже было предложено, предложен вариант, что для некоторых ядер выгодно распадаться по более двойному бета-распаду. Когда два нейтрона сразу, она выгодно, превращается в два протона. Вот тут вот есть так называемые забарные слова. Вот по оси Х это энергия ядра. Ядра. Значит, чем выше энергия ядра, тем слабее связанные между собой. Значит, выгодно распадаться так, чтобы энергия ядра стала минимальной. Что происходит по Игреку? По Игреку у нас Z. З. 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 Число протонов. Так. А из омара это означает, что суммарное число протонов в нейтронах один раз. То есть бета-распад. Как это возможно? Обратный бета-распад протонов в нейтрон. То есть в ядерах это тоже может попадать в нейтрон. Ну это будет. Так вот. Значит, если у нас вот это один из нейтронов цинка становится протоном, у нас, видите, вот это вот внизу число протонов, вверху суммарное число. Оно вот тоже самое, 7,6. Но у нас протоны стало на один больше, значит, нейтронов на один меньше. И вот для этой пары ядер этот процесс энергетически выгоден. Так же он выгоден в следующий переход бета-распад кальция в Германию. А вот в Германии, в соседней мышьях, в Германии не выгоден бета-распад энергетически. То есть вот эта реакция запрещена энергетически с точки зрения закона сохранения. Но оказывается, что Силена через единичку опять ниже расположена. То есть вот перескочить из Германии сразу в Силен энергетически можно. Это выгодно. Но для этого нужно, что одновременно два нейтрона стали двумя протономами. То есть чтобы вот такой процесс прошел одновременно два раза. Для двух разных. Разумеется, вероятность этого очень низка. И соответствующие времена жизни, вот по этому распаду, они имеют масштаб 10-20 лет. Ну для известных распадов. Они известны. Уже больше чем для десятка ядер этот процесс наблюдался, экспериментально измерялся. И масштабы 10-20 лет. Значит, возраст Силены какой помню? Ну гораздо больше. Гораздо меньше. Возраст Силены 8-10. Да, 14 миллиардов семена есть, 14-7 миллиардов. В общем, 10-10. 10-10, да. Ну и здесь порядка. Значит, такие процессы, хоть они и есть, и они идут, но они идут крайне редко, с очень низкой вероятностью. Вообще, бета-распад происходит, как говорят физики на жаргоне, посредством слабого взаимодействия. На самом деле, можно даже дойти на кварков. Потом в языке это написать один из кварков превращается в другой кварк. Тоже так же, вот, единичка все. Два других кварка остаются на месте. А поскольку дублодочки у нас состоят из трех кварков. Протон из двух верхних и одного нижнего, а нейтрон из одного верхнего и двух нижних, так вот, значит, один из нижних становится верхним кварком. Заряд меняется до единичку. И вот этот процесс, значит, у нас идет. И давайте я напишу сразу реакцию. Значит, у нас два нейтрона. Нейтрон и нейтрон были в ядре. Сразу стало два электрона, да, два протона. Плюс два электрона. Ну и плюс два нейтрина, да? Антинейтрина. Ну, антинейтрина. Нейтрин, это сейчас, давай, я не буду. Сейчас на этом. Сотвеностачивается. Почему мы называем вылетающейся числе здесь антинейтрины. И такой процесс наблюдается. Поскольку это тоже многочастичный процесс. Энергия делится между вылетающими электронами. Даже между собой уже может делиться. Еще и гейтрины вылетают. Но у нас опять качество так больше. И это все удовлетворяет нашу, так называемую, стандартную модель слабого взаимодействия. Чаще сейчас физики даже не говорят теории, да? Сейчас все чаще говорят модель. По крайней мере, в той физике, в которой я… Вот я от наших теоретиков слышу слово модель. Чаще, чем слово теория. Потому что физика – это построение математических моделей, которые более или менее адекватно отражают то, что мы наблюдаем. То есть вот… Я так вообще исповедую, скорее, точку зрения близких целепсизма, что вопрос «А что на самом деле не имеет смысла?» Вот эта вот сеть развивающихся моделей, сеть усложняющихся математических конструкций, она и есть в цепи вот эта. А это и есть эволюция нашей физики. Чем точнее модель, чем больше вариантов она описывает, экспериментальных наблюдаемых явлений, тем полезнее она нам с точки зрения вот инженерной, да, утилитарной точки зрения. Мы можем использовать, мы можем что-то рассчитывать, что-то можем предсказывать в тех условиях, где эта модель работает. Вот это стандарт для так называемой модели. А в 10-е годы прошлого века был талантливый итальянский физик Майорана, Виктория Майорана, который предложил такие свойства, описать такое описание, такую модель свойств нейтрино математической, которая позволяет прописать нейтрино эквивалентность частиц и античастиц. Вот я когда писал, я все время писал античастицы, говорил про античастицы. Это потому, что электрон и нейтрино относятся к классу электронов, и оказывается, что если мы назовем здесь улетающую нейтрино античастицей, припишем электронный заряд минус единицы, тут электронный заряд единицы, тогда мы вводим закон сохранения электронного числа, который в стандартной модели удобно работает. Закон-то сохранения нам вообще не че нужный. Но когда нет закон сохранения, нам легче решать задачи. Это уже интеграл движения. Поэтому чем больше мы законов сохранения введем, тем у нас прозрачнее, тем удобнее наша модель математическая. И вот удалось ввести закон сохранения электронного числа. А Майорана предложил нарушить этот закон сохранения, что свойства нейтрино таковы, что электронное число не нарушается. А именно, нарушается на логике. То есть, что нейтрино нет, не вылетает. То есть, может не вылететь? Да, с какой-то вероятностью может не вылететь. А может вылететь? Может спросить что-то попроще? Я думаю, что вам никто не ответит на этот вопрос. С какой вероятностью является ли нейтрино чисто майорановской частицей? То есть, любой нейтрино эквивалентно своя эти частицы? Или, опять-таки, мы имеем с двумя разными состояниями и какой-то суперпозиции? Я не знаю. Пока на этот счет никаких указаний нет. В общем, эта идея, которая была предложена, то ли Майорана, в 30-е годы, кстати, он исчез в очень молодом возрасте. Ему было, по-моему, по 30-ти лет, когда он поехал на прогулку морской прогулки на кораблике, и с этой прогулки не вернулся, и больше его никто нигде никогда не имеет. То есть, он приношет в расцвете сил творческих, в расцвете сил физических, про то человек. Но, тем не менее, до сих пор эта идея будоражит у всех физиков, всех теоретиков, которые работают в области слабых взаимодействий. И они спрашивают себя, а вот возможен ли такой процесс? То есть, существует ли возможность того, что нейтрино равно антинейтрино, тогда у нас вот приходит процесс, который на языке... Вот, видите, феймерский диаграмм, тут нарисованный. Вот у нас обычный нормальный двух-нейтринный двойной вэкроспорт. Видите, два нейтрона становятся протонами, вылетают два электрода и два отсутствия. А вот тут происходит аннигиляция нейтрино, вылетевших двух нейтрино. Это возможно, если у нейтрино есть майорандовские свойства, те свойства, которые вот прописал майорандов свои конструкции. И что тогда? А тогда, значит, протон очень маленькую энергию берет на отдачу, в силу того, что он тяжелый, тем более два. Значит, вся энергия у нас вылетит в виде электрона. Телетический энергия электрода. Детектор регистрирует... Ну, есть такие детекторы... Суммарную энергию двух электродов. В частности, тот, который применяется в спребетиле. И тогда спектр у нас должен быть вот таким. На самом деле это какой-то пик, где уширение — это аппаратное разрешение детек. Это почему экспериментально люди на это пошли? Ну, потому что уже научились вот этот вот распад, двойной бета-распад, очень редкий, очень маловероятный. Тем не менее, уверенно регистрировать. Здесь пик от двойного бета-распада спектр приходит к нулю. И если у нас какой-то вероятности происходит безметринный распад, то здесь должен возникнуть всплеск спектра. То есть экспериментально это легко. Ну как, ну нелегко, конечно, но во всяком случае, было понятно, как попытаться найти этот пик и, соответственно, найти процесс, новый процесс, который идет с нарушением электронного числа и который выходит за рамки стандартной модели сплавных взрывов. Такого рода эксперименты проводились, ну, где-то начиная с середины прошлого века. Их было несколько. Самые большие из них, это ежевский эксперимент Гедельберг-Москва. И вот, а последний из них, эксперимент Гедельберг-Москва, как раз предшествовал эксперименту Герга. О нем, я тебе буду дальше и говорить. Прежде чем покажу вам. А вот немножко про нейтрину прокомментируем, что… Ага. Ну, что еще считается, что не стандартной моделью нейтрина всегда является левой частицей. То есть она летит, у нее есть собственный момент импульса, и есть импульс. И вращение, они связаны друг другу, в левую минуту. А эти нейтринные импульсы и момент импульса связаны правой. Но нейтрина, как сейчас установлено, эта частица все-таки массивная, хотя с очень-очень маленькой массой. Поэтому, в принципе, мы можем представить себе, что мы эту нейтрину возьмем на огонь, и тогда окажется, что она вращается не в ту сторону. Но, поскольку нейтрин очень-очень маленькая масса, то, соответственно, те нейтрины, которые мы регистрируем, летят со скоростями, которые от скорости света отличаются на такую ничтожную долю, что обогнать их нереально. Ну, во всяком случае, да. А заставить их от чего-то отскочить, чтобы они в другую сторону полетели, тоже нереально, потому что от чего они будут отскакивать, если они звезду насквозь пролетают, и не очень-то взаимодействуют. Ну, во всяком случае... И поэтому тут версия в том, что если нейтрины истинно нейтральные частицы, то есть у нее частицы и античастицы друг с другом совпадают, то тогда это надо регистрировать на каких-то процессах, где сами нейтрины регистрировать не надо. Потому что тут... Мы, может быть, в самом начале доклада закономерный вопрос, а как Вы определите, что распад без нитрий? Вы же не сможете ориентировать, что от данного распада Вы поймаете нитрий? Электроны-то, мы понимаем, с большой зарядочностью, а не к зарядке? Да. Ну вот, нет. Наличие пика. Только наличие пика. Наличие пика. То есть предполагается, что есть две моды. Вот это двойное подразумение. А так, у электрона масса 2 мм и без вольт. Электрон самая легкая, зарядная чистка. А у нейтрина там массы оценивали там в 2-3 или сколько там, несколько электрон вольт. Не-не-не-не-не. Или даже меньше. Меньше. Там меньше 100 мили электронов. Меньше 1-10. Ну там по разных нейтринах разные оценки. В общем, во всяком случае, видите, что тут речь идет про сотни тысяч, если не миллионы, раз меньше, чем 0. И смысл такой, что вот, анализируя вот этот спектр, есть пик или нет пик, можно сказать, можно дать оценку на вероятности двух нейтринной моды и без нейтринной моды. Значит, двух нейтринная мода согласуется со стандартной моделью, поэтому она вроде как не особенно дает толчок развитию физики. А если удастся увидеть без нейтринную моду, это будет ясно сразу в каком направлении модифицировать стандартную модель. То есть это был бы вот такой пинок, дающий развитие новой физики. Поэтому это кто-то. Итак, значит, что тут? Я, наверное, буду пропускать выкладки там всякие сложные. Вот это вот спектр, нормальный спектр нейтринного распада, а вот это ожидаемый спектр без нейтринной моды. Ну что ж. Этим люди занимались уже с середины прошлого. И вот последний эксперимент Гейденберг-Москва. Гейденберг-Москва это была такая коллаборация, которую организовал и руководил которой Ганн Славдор. Это немецкие люди, немецкие физики из Гейденберга, из института и физики Гейденберга. А от Москвы участвовала команда из Кучатовского института, которая принесла, ну да, в советские времена с деньгами у нас был туганной международной коллаборацией. Но изотоки у нас были всегда относительно дешевые. И вот изоток Германии Семь-Шестой, в количестве нескольких килограммов, там было около десяти килограммов, он был весь в собственности участка института. И с этим вкладом, так сказать, русские физики, пришли в эту коллаборацию. Значит, вот... А Семь-Шестой Германии он стабилен? Да, это стабильный. Зато стабильный, с точки зрения, он испытывает только вот этот двойной батарраспад, который обычными способами, ну, невозможно никак продетектировать. Это отдельная песня, как такие... То есть у них каналов неизвестны? А? У них каналов, кроме двойной батарраспадки? Нет, никакого другого канала в Германии Семь-Шестого нет. В период батарраспада по безнитринной молнии где-то 10-19 лет, потому что не будет цепляться. Сейчас. Безнитрин? Да, двухнитрин. Да, двухнитрин. Он... Ну, я покажу, там будет цифры. Позже, когда идут АТГ. Я покажу там. Значит, что тут нарисовано? Вот тут, значит, у нас суммарная генетическая энергия того, что вылетает... Неважно, есть нейтрин или нет нейтрин. Она равна 2.09. Да. И вот... Это кинетическая генетическая энергия того, что... Да, 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 да. Это именно та кинетическая энергия, которая регистрируется детектором. Детектор регистрирует в этом эксперименте сразу суммарную энергию двух или двух. Они оба погибают детектор, и оба отдают энергию детектору. Детектор регистрирует. Значит, вот, видите, 2.040. Вот это как раз энергия в КЭВах. Значит, 2039 КЭВ. А здесь число событий в килограмме Германия в год и в спектральном диапазоне 1 КЭВ. Вот это вот экспериментальный результат, который получил Клавдором и русскими физиками вот этой коллаборацией Вайберг-Москва, и которая опубликована. Отсчет не видно, чтобы отбирать на 2.039 и превыкаться. Значит, вот смотрите, первые серые, вот эта вот инстаграмка, связанная с серым дополнением, она... Это вот прямые экспериментальные результаты. Вот на малом количестве экспозиции... Так сколько? Как 53 килограмма? Это разные экспозиции. Сколько килограмм на лет? То есть 53 килограмма лет. 54 килограмма лет. На самом деле, у него было около 9 килограммов. Работал и набирал статистику еще в 10 лет. Вот это вот полная статистика, ребята. Полное время работы, время измерения. А это, значит, черным заштрихованным. Это, во-первых, меньшая статистика, то есть часть измерительных периодов выброшена, потому что я как детектор работали друг. Во-вторых, вот SSE – это символ сайта. Это означает, что среди сигналов отобраны были сигналы, которые, ну, с большей вероятностью, чем другие. То есть отбракованы некоторые сигналы, которые заведомо вроде считаются фото. Ну, там есть открытые критерии. Что имеется в виду, что оба электроны загнеточки будут? Да, да. То есть когда гамма кван вызывает. Ведь, на самом деле, возможны комнаты. Это когда у нас, ну, детека. Вот этот детек, например, 2 килограмма. Германия, монокрестал, Германия, сверхчистый. Кстати, частота этого Германия гораздо выше, чем частота полупроводниковых материалов. Обычных вот для транзисторов, там, для чего-то. Тут 10 в 11-й. Сейчас. Как это? В отношении концентрации в электроактивной примеси к концентрации, собственно, материал Германия. То есть обычно транзисторы делают из материала, где там, сейчас. Нет. 10 минус 11 грамм на графку. Или количество атомов на атом. То есть количество примесей – это 10 минус 11 от количества атомогена. Так вот, значит, у нас, если какой-то эффект идти к гамма-кванту, он может рассеяться на электроне и выбить электрон. Электрон замерзируется точно так же, как электрон. Но для гамма-кванта весьма вероятен двойной процесс. Он будет два раза приходить. Суманной энергией может оказаться два мэла темна. Но если у нас происходит, правда, в местах два события, как в Малти-Сайде, то есть много местных событий, то тогда форма импульса немножко другая, и эти импульсы оправдываются. Поэтому симпульс-Сайде-Ванта – это тоже может быть гамма-кванта. Но уже, так сказать, для того, чтобы отдал вам мэла, он должен иметь энергию – это 2,4. Это такие глубовые осколки. Я не знаю, как он на первом курсе считает, ребятки. По-моему, там даже нет мне такого, например, сто процентов отражения. Хотя это, в общем-то, обычная элективистка кинематика. То есть на первой симметре она могла быть. Ну, а в третьем курсе это есть. Так вот, когда Клабдор отбраховал часть событий, в нём получилась геограмма заполнена чего-то. И вот такая вот, во днях это не Клабдора, это сделала вся коллаборация, опубликовалась вот в первый год. Другой эксперимент, который примерно в те же годы закончен, это эксперимент ИЖИКС. Тоже там на русской Германии в 76-м. Он проводился в Мадане, в другой лаборатории подземной. Кстати, всё это было возможно только глубоко под землю. Потому что вот здесь, на поверхности, слишком пройдёт. Нас поливают вот эти вот космические мёны со страшной силой. И искают вот такие редкие явления, которые происходят, сколько там, 0,1 события в килограмме в год. То есть, сходовым условием назовем и рекордом, фантастическим. Это возможно только глубоко под землёй. И не просто глубоко под землёй, но ещё целыми техническими совершенствами, которые, в общем, делают эту установку. А это не ради каких-то и каких-то мискофоновых экспериментов, которые проверки вышли? Что физики там приобретали какой-то поймут из одноборья? Да, 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 да. Совершенно верно. Дело в том, что материалы, которые вот облучаются космическими мионами вот здесь, на поверхности, они всё время активируются. То есть, из стабильных ядер после создания с мионами или со вторичными частицами, там, те же нейтроны могут быть, возникают радиоактивные ядеры. То есть, у нас всё слабо радиоактивно. Какие-то материалы активируют сильнее, какие-то слабее, но все они активируются. И свинец тоже. А вот свинец, который на испанских галеонах или на этих и древнеримских галеонах, по-моему, испанские, это испанские галеоны вот эти вот. Испанцы, так и португальцы у нас одно время, да, занимались полиплавным очень активностью, европейцы. Вот они использовали балласт, пилевой балласт в качестве свинца, он занимает минимум объёма, а максимально эффективность с точки зрения церкви тяжести, что учился. Вот они тонули, свинец лежал на дне. Если он лежал на дне, в глубине, там, несколько сотен метров, то он уже не активировался. А все активируют все радиоактивные ядеры, ну, многие радиоактивные ядеры уже распадались. И если после нескольких сотен лет его поднять, то он оказывается намного чище, чем тот свинец, который можно купить на заводе, производящем. И поэтому вот детектор, чтобы защитить от внешних гамма излучения, которые даже под землёй есть, Дурандолий в камнях, всё-таки есть слабый излучение. Его уже изнутренний слой свинца выкладывают из этого древнего античного, как они говорят, свинца, более чистого биоредактивного. Нарьер для такой есть? А, нарьер для такой есть? Нет. Нарьер для другой решения совсем. Вот этим мы отличаемся от Дурандора. Вот Ижекс, вы видите, что результат у Ижекса отрицательный, у Ижекса всего 8 кг лет экспозиция. Видите, тут вообще нет никакого пика. Здесь вот пик то ли есть, то ли нет, непонятно. Но, в общем, тем не менее, вот по уровню. Вот если интерпретировать вот это вот как случайный фон, случайный шум, то тогда амплитуда этого шума, она даёт предел на чувствительность аппарата. И вот этот предел позволил ему дать такую процеду. Что в период полного распада у нас, во всяком случае, больше, чем в 225 годах. Ну, тут, значит, уже не физику дальше. Потом, спустя, и в некоторое время спустя, наверное, 5 кг отрицательного фонда Грандор со своими несколькими сотрудниками эти данные пересчитал ещё раз, произвёл какую-то новую обработку, И вот он так вот представил эти данные. Вот это уже статья, которая опубликована и не подписана всеми членами компаратов, только через 10 лет. И утверждается, что вот это вот, это фон, среднее значение, вокруг него этот разброс с обычными способностями. А вот здесь, на этом разбросе, на этом фоне, наблюдается несколько пиков, в том числе один пик наблюдается там, где он может быть, если это бездетийный двойной бутылок. Вот это вот главная публикация, и в этой публикации Клавдор заявил, что он увидел пик бездетийного двойного бутылка. После оценки этого пика здесь все вовсе надо сомнить. Тем не менее, если вот так вот правильно оценят фон, то тогда у нас на уровне четырех стандартных, там, больше четырех стандартных. Как в планине, по-моему, чуть-чуть, я там ходу, пяти стандартных, как в планине 4.8. Тут написано где-то. А можно оценить величину этого? 4.2. 4.2, да. Больше четырех. Потому что физически считается, что если есть четыре, то это уже предмет для публикации. Надо заявлять, что видим. То есть это еще не есть 100% вероятность, но уже надо публиковать, уже надо говорить. А справа тоже пик. Вообще-то... А? Справа. Справа что там за кирпичи и цилиндрики? Вот этот пик. Это что? Вот он пик. Да, а справа пик какой-то. А чего это? Это фоновые габа-пики. Фоновые значки. Видно шесть пиков, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А на фотографиях справа что изображает? А, это вот как раз древний свинец. Это четыре детектора внутри этих мерных корпусов. Там вот и вакуум они. В вакууме находятся гермалиумы. Вот они детектора сейчас, значит... А, это уже прошла Герда. Ну... Это ваш эксперимент, это не это? Это предыдущий эксперимент Квандора. Это эксперимент Гейденберг-Квастор. В котором было заявлено, что они наблюдали. Еще заявлено, было не всей коллаборации, а только участие. Значит, ну... Я не участвовал в этой коллаборации. Я не работал с Лавдором, хотя я был знаком с ним. До сих пор знаком. Вообще, да? Я спрашивал русских коллег, участников этой коллаборации, как они это все оценивают. Разумеется, было много очень и публикаций, и обсуждений, и публичных. Поэтому, обобщая всю эту историю, я вам уже изглавляю некую пентесенцию. Так вот, здесь вот, из шести пиков, четыре из них точно совершенно атрибутированы, как фоновые гаммы линий. Одна линия, вот эта вот, два на тридцать девять, она атрибутирована, как без нейтридной, то она будет расклад, и одна линия осталась непонятной. То есть, какая-то непонятная какая-то? Да, нет, вот по-новому. Дело в том, что, то что, значит, если эта непонятно какая, то и эта тоже, может быть, гамма или не случайно попасть. То есть, я, наверное, как-то одно время искал публики. Среди, возможно, дамы распадов похожих. Ну, собственно. Главное, чтобы Владдор потом еще обработал, еще отбраковал плохие импульсы, которые вот из двух местных событий произошли. Причем, отбраковал их, как говорят коллеги мои, некорректно. Потому что, просто временное разрешение не позволяет различать эти импульсы. Как он и браковал, то есть, никто не видел, а на эту публику. И тогда у него получилось на уровне 70. То есть, там все эти пики ушли, а осталось только этот пик. Ну, это другая публикация, которая здесь, в этой презентации не приводится. Значит, эту презентацию, кстати, я не сказал вообще, как это, откуда произошло и что заставляется там. Была в начале, да, в природе. Это предварительные результаты эксперимента Герна, который измерял то же самое. Вот они были опубликованы, они были рассматривались, коллаборации в Дубне, в июне прошлого года. А в июле, после того, как все это было еще раз обработано, был проведен семинар Грансасса. Грансасса – это итальянская лаборатория, это подземная лаборатория, одна из самых развитых современных лабораторий, не с такими лабораториями. И вот там проведен семинар из Фоксмана нашей коллаборацией, Стефан Букшона. Ну, Фоксман – это, как сказать, тихоученый секретарь коллаборации, на самом деле. Это не есть начальник коллаборации, это не есть научный руководитель. Ну, в общем, он как-то представляет коллаборацию часто. Официальное лицо, и вот он… Была бы трансляция этого семинара, он делал доклад, это просто его презентация. Я даже не стал ничего добавлять от себя, я лучше вам нарисую на носке все, что сам хочу сказать. А это некое официальное сообщение, если хотите. Которое было как-то оценировано на весь мир. Ну, всем, кто это заинтересованы, люди, все, кто занимается этими делами, все, что смогли слушать. Так вот, когда клабдор это опубликовал, ну, конечно, шорт без просьбы вышел. Четыре сиху, во-первых, это на грани удостоверенности, да. Ну, бывает, что вероятность исполнена. Конечно, что это просто случайная игра в статистики. А если же подтвердиться потом, то номер 100 принял, конечно, клабдору, да. Во-вторых-то первый это дело обнародовал. Первый заявил, что он это увидел. Значит, его коллеги, прежде всего, его коллеги, поисковые физики, в Градельберге, они взялись и поддели инценировали проект, который потом получил название Герда, по постановке такого же эксперимента, но с меньшим уровнем обсуждения. Ну, технологии идут, годы идут, технологии и физики набираются опыта, как искать низкофоновые вот эти реалитические события, как делать низкофоновые техники. Поэтому было ясно уже, как улучшить, как уменьшить фоны, прежде всего, и немножко увеличить экспозицию, скорость набора экспозиции, потому что у Квандора было около десяти килограммов, выжигся около четырех килограммов. Все эти детекторы русские, их, значит, пригласив русских, пригласили, так сказать, все детекторы, собрали по миру. Это было около восемнадцати килограммов по айзотопу в 76-м, то есть уже в два раза больше, значит, скорость набора статистики в два раза больше. А если уровень фона будет у нас уменьшить, то, значит, еще лучше быть чувствительностью. За год можно будет добиться чувствительности той, которую получил Квандор за десять лет. И вот немецкие коллеги, Шонок в частности, ну да, еще целый ряд коллег, они, значит, собрались, они инициировали вот этот проект. Все фонарусские со своей айзотопом были приглашены, а делать это так же, как и эксперимент Гайдубер-Посква, был в итальянской лаборатории Грандсадской подземной, так и Герд, потому что в отземной лаборатории Грандсадской подземной. И вот первый набор статистики Герды был рассмотрен. Ну, смотрите, есть такой еще психологический эффект, когда члены обрабатывают спектр какой-то, какие-то данные случайные фонари, и знают, что вот здесь надо найти пик для должен быть, на новую физику, то он не будет увиден, даже если... Вот такой человек будет пытаться абсолютно объективом подходить. Ну, есть такое свойство у человека. Поэтому немцы очень жестко поставили условие, что вот эта часть спектра засекречивается. Данные набираются, но никакой публикации нет. На самом деле данные, все события, все, что происходит, хранится в трех хранилищах по Европе. В Москве, в Гандельберге, в Мюнхене, в Мюнхене и в самом Грандсадске. Просто разные, там 2-байтные диски, все это сбрасывается. Ну, вот эта центральная часть закрыта. Если остальное, все можно полно посмотреть любому учебному коллаборации, достаточно, чтобы узнать внутренний пароль сайта и все. Можно было войти на программу, как прочесть эти данные, там формат надо сказать. Там много чего. Только если я не специалист этим занимался. Ну, а вот центральная часть была засекречена. Для того, чтобы по остальной части отдельно, независимо, математически смоделировать теорию фон, независимо от того, что там внутри в закрытой части. И потом посмотреть, превышает ли счет в ожидаемой области или нет. И вот эти данные впервые были рассекречены на семинарике вне, на общем собрании коллаборации, о котором о чем пойдет дальше речь. Вот это, значит, лаборатория Грандсадска. Там есть хребет. Это, если не двигаться от Рима на восточное побережье полуострова, то по востоку идет хребет Грандсадс. Эта мобильная дорога оправдает этот хребет. На смысл без подъема и спусков прямо на уровне где-то, где 700 метров от уровня моря проходит дорога. И в центре этого 10-километрового туннеля есть аппендикс, и вот там расположен целый город. Вот такой подземный. Вот труба в одну сторону движения, труба в двух ряд движений обратно. А вот здесь расположена подземная лаборатория. Перекрытие, то есть экранирование от космического излучения, имеет толщину в пересчете на воду 4 и 8, это почти 5 кг. То есть там полтора километра, примерно, скалы. А вот там в миллион раз меньше космических геонов, чем вот здесь на поверхности. Ну, недавно, в сожалению, только в тысячу раз меньше. И, значит, была сделана в том же месте, где работал плавдор со своей вот этой установкой. Она у него довольно маленькая. Была сделана установка Герда. Она несколько лет разрабатывалась. Она нейронировалась. Так она устроена. Значит, вот тут хорошо ли это видно? Вот это вот... Это первый пропозал, это первые картинки, первые идеи. А вот это уже такой скетч того, что есть на самом деле. Значит, наши детекторы германии. Они представляют из себя, значит, германиевый диод с двумя электродами, грубо говоря. То есть один центральный электрод и... Ну, второй электрод — это вся поверхность этого цилиндра. Календерические такие детекторы массой, там, от килограмма до двух килограммов. Монокристалл, высочайшие часа. Проводимость у него нулевая. Ничего там... Ну, при... Но для этого нужно его охладить. Поэтому он погружен в жидкий аргон. На самом деле, у нас там есть жидкий аргон, которому 60 кубометров аргон. Значит, это диаметр двух килограммов. То есть жидкий аргон... Ну, тот шарик коричневый. А? Тот коричневый шарик? Тот коричневый шарик. Да, коричневый шарик. Вот это вот... Диаметр, я понимаю, аргон. Вот в центре вот эта связка. Эти детекторы. Значит, почему аргон, почему не азот? Аргон — это порядок образы наружающего азота. И аргон, и азот делают из воздуха. В воздухе у нас сколько азота? Это 70 процентов, да? 60 чат? Аргон — 1 процент. Представляете, выход аргона в возрешительных условиях. Установка намного меньше 1 град. Так вот. Аргон все-таки имеет большую плотность. 1,3 килограмма сантиметра. В отличие от азота, где-то там у того, где 8,9. И поэтому он лучше гранирует от внешнего градуса. То есть сам жидкий аргон используется как экран, как защита. А вообще очистить от радиоактивных примесей жидкость легче всего. Поэтому свинец, никакой свинец не используется в поиске этих самых наших детекторов. Значит, у нас защита — это вот сам аргон. То есть они прямо погружены детекторами в этот жидкий аргон. Кстати, у меня есть коротенькие фильмы, если время позволяет. Или уже, наверное, я близок к концу. А? У всех коротеньких жидкостей. Потому что я, может быть, жидкостей у вас. Я покажу этот. Увозили и устанавливали подземную лабораторию. А вот транспортные? Прошу. Вот это произошло в восьмом году. Это любительская съемка. Прошу прочесть. Ну, то есть физика. Вот видите, там в подземном городке нужно было освободить проезд для того, чтобы привезти наш огромный вот этот дюар для этого лабора. Вот там всякие удочки, всякие вмешающие установки они сначала разбросали. Вот теперь уезжает же один под тренером. Может выключился? Давай. Вот это вот, так вправо. Ну вот, значит, арьянский рабочий управляет это для вывести. Это вот танкерные болты, на которые он встанет. Они уже задетанированы. Вот привозят этот вот замечательный наш термос для жидкостей. И сейчас вот его надо будет поднимать. Размеры такие, что он едва-едва проходит в этом поле довольно большом, в общем-то, зале. Подготовка. Видите, все очистят и смазываются. Потом гайки легко закрутились, пока его нет на месте. Вот. И сейчас там будут с помощью двух кранфилов. Какой у нас? А? Какой у нас? Восьмой. Восьмом году. Значит, еще где-то мы, где-то в десятом или одиннадцатом году мы запустили уже на набор статистики все эту машину. В общей сложности полуторалетняя примерно статистика, потому что были перерывы в начале, особенно были неполадки, были остановки, было на немом. Ну, только последний год она уже работала почти без остановок. Машина. Вот, видите, горловина у него, вот это вот тело при остатке закрытой пленочкой. Сейчас будет его поднимать. Во-первых, надо снять его из-под него, вытащить эту тележку-треллер, да? Сейчас я прицеплюсь. Вот это кран поехал. Видите, какой кран? Поскольку там все в этой подземной лаборатории забито установками дискофоновыми, там не одна герда, там больше десятка разных дискофоновых экспериментов. И многие из них идут и решили иногда работали, когда вот все это происходило. И вот такой вот кран, другой, он проходит под гуполом этого танеля. Ну, чтоб обычная кран-балка там нет места. Надо использовать объем подземной максимально. Вот она. Значит, крестат сделан из стали. Вот попутно скажу, что сталь, штука довольно грязная. На самом деле была первая идея у немцев сделать это из медь. Потому что медь можно примерно в тысячу раз чище сделать. Медь чистится. Лучше есть, так называемая, эритолитическая медь. Это когда мы пропускаем через метный купорос одного на другой. И вот то, что собирается уже ночью на ноге, на катоде, оно гораздо чище, оказывается. В составе таких технологий нет, поэтому сталь, вот такая выплавлена. Мы стали отбирать. Образцы стали отбирать. Измеряли в высокополных лабораториях на радиоактивность. А поскольку там тоже, в общем-то, очень малые уровни, то это месяц нужно было ждать, чтобы несколько квадратов стали и несколько распадов там увидеть. Нам же нужны доли событий в год, да? Отбирали в русской подземной низкофонной лаборатории, кстати, в России, есть очень хорошая лаборатория при Львусе. Это поселок Литвейн, это недалеко от берега Бокса. – Поселок Литвейн? – Да. Называется поселок Литвейн. Это примерно километров восемьдесят не доезжает до вот этой первой канавки, которая далеко там, где все. К сожалению, там стреляют. Поэтому эта лаборатория была очень такая, существованием очень относительно. На иностранцы туда ехать боятся, а без коллаборации, без коллаборирования что-то серьезно делать учебу. Вот по-другому причину. Во-первых, мало денег, мало ресурсов, а во-вторых, когда это все внутри одной страны замыкается, внутри одной какой-нибудь Академии наук, а не будь, дай Бог, ни будь и одного ученого совета, одного института, там уже начинаются неформальные отношения и надежные структизы принесущие службы. И вот тут смотрите. Вон оно. Там идут балкон с коммуникациями. Там сжатый воздух, вода, высокое напряжение тесто в воду, он проходит в сантиметрах. Или в один. Так что это уголдалось. Несколько часов вот этот валют. Ну вот, слава Богу, видите, вот этот самый физический валют. Вот он, слава Богу, успешно преодолел. Так вот. И как раз вот радиоактивность этой стали, ну, наша сталь, которая на порядок менее радиоактивная, кстати, среди стали, была шведская сталь наша, с шведским столяным весьма качественное казалось, с нашей точки зрения, с точки зрения следов урана-тория, которые там есть. Часто попадалась сталь, видимо, со следами по дочеклобльскому металлу, то есть, намного более, сто раз более активная. С точки зрения обыденной, это не страшно. Это не есть, так сказать, опасно биологически, но для наших сверх низкофоновых измерений, какие-то, какие-то. Ну и все равно, эта сталь изнутри была обвешена медными листами. Там мы, чем ближе к детектору, тем больше листок, толщина. И потом заполнена жидким органом, который тоже работал как защита, пассивная защита. Вот это вот финальная фаза. Это Тасса Хнопли, немецкий фильм, который у нас инженерный координатор всего проекта. Тасса Хнопли, немецкий фильм, но и сам. Тасс. Тасс. Субтитры. Тасс. 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 вот это вот чувствительность установки это утверждение если у нас герда будет иметь а тут у нас килограмм умноженные на годы экспозиции если у герды вообще не будет то чем больше экспозиция тем больше чувствительность будет эффект то есть мы вот если вот скажем на 100 килограмм лет это будет означать что мы сможем определить уже 2 на 10 24 на самом деле все так хорошо есть фон и в зависимости от того уровня фона который у нас обеспечит у нас чувствительность будет расти потому что вместе с увеличением экспозиции у нас растет не только сигнал полезный исходный но и фон к счастью фон растет как корень из времени помните задание теории вероятности задачка облуждание пьяного человека если пьяный человек каждый следующий шаг делает случайное направление как далеко он отойдет от стола вот он сделал стол шагов корень из стола 10 метров средний значит задача борьба за уровень вот на 1 фазе герда была поставлена задача добиться фон 10 минус 2 отсчетов килограмме германии кэви за 1 если у нас 18 килограммов значит сколько отчетов у нас получается в кэви где в спектральном диапазоне кэви значит если мы спектр ландораско что мы возьмем это примерно столько значит на 100 на 2 умножить и на 20 минус 20 кг вот тогда сколько отчетов у нас ожидает фон в этом диапазоне в этой области где нужно еще значит борьба была за фон конечно мы не сумели достичь этого фона вот видите 18 килограммов общей сложности мы набрали детектора всего мира уже изготовлены в которых часть лабдоровских вот большая часть меньшая часть из Ишекса всего удалось собрать еще пару детекторов из оставшихся лет более более слабых экспериментов общество с удовольствием на 10 килограммов и вот калландоровская чувствительность будет достигнута через 20 килограмм лет при вот таком вот значит если у нас 20 килограммов достаточно 1 год чтобы набрать вот Герда забрала 2 года событий и первые результаты у нас есть результаты у нас или нет поехали дальше вот она Герда еще раз схема установки значит вот это наш термос который вы видели как устанавливался в нем жилький огонь тут висят детекторы это бак 200 км воды сверхчистой которая тоже работает как дом икра она еще термос еще внутри бочек а этот термос еще и внутри бочек с водой да и ты внутри бочек с водой вот это вот натуральное величие не именно только термос внутри бочек с водой а там просто вода обычно это в фильме вы вам показывали только термос да а этот собирался сваривался из кусков прямо на месте после того как в большой термосе мы установили дела это все собиралось но вообще по темам помещения 60 кубов кубов выльется там была целая песня по поводу техники безопасности представляете что начинает закипать жидкий азот он выдавливается весь воздух и все люди там задыхаются покипают без кислорода потому что через все выходы воздух с кислородом будет выдавлен просто если произойдет утечка и скипит на петербург в общем там вот вот это вот детектор вот как он выглядит в руках этот гермальный детектор в центральной дырочке там электрон для одного полюса а снаружи проводящий поверхность это полюс и когда там возникают электроны то они дорождают носители электрон дырки и значит идет и присток так грубо так это процесс как новые детекторы делаются как старые детекторы делаются это это сейчас давайте пропущу вот видите начали вокруг и создавать бак сварить сварить а вот справа это как раз можно можно видеть что обвес обвес медь потому что сталь мало аргона полтора полтора метра аргона не хватает что подавить фон настолько чтобы обеспечить чувствительность это схема креогенники это инженерные детали я думаю сейчас это не важно вот что это бак с водой внутри вид изнутри бак с водой используется еще и как детектор внешнего фонового излучения потому что в воде если у нас что-то влетает данный клан и он передаст импульс электрону просеется электрон то есть гавоквант энергичный то у нас электрон может оказаться свет световой процент головления в воде 1,4 достаточно 250 тысяч на километре в секунду час или пол в общем скорость света там 1,4 не 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 но для того чтобы если электрон движется в среде движется со скоростью больше чем скорость света в среде то он излучает черенгурские излучения так называемые а там именно поэтому отражатели чтобы поймать все черенгурские излучения которые возили то есть это так называемая ветка если что-то прилетело снаружи дало вот эту черенгурскую вспышку то все что за это время зарегистрировал детектор надо учить с высокой вероятностью это не есть сигнал внутренний который мы ищем наш эффект там изнутри там не может ничего видеть это в основном это космические меоны которые взаимодействуют с электронами они тоже поражают сами меоны могут быть световыми он может рассеяться на электроны тоже сверху породить или там вторичный гамма много разных процессов в этом космическое излучение вот защита от космического излучения которая может нам дать фоновые сигналы вредные паразитные сигналы которые надо заширпнуть по этому систему взрыва сверху есть пластиковый сенсуляционный излучитель там он еще более чувствительный тут нужны электроны свет световые а сенсуляционный детектор у него пород регистрации ниже поскольку большая часть фоновой излучины космически идет сверху более дорогими сенсуляционными детекторами сенсуляционными это все борьба за фон электроника вот это барререя разных снимков разных моментов вот знакомые наши кадры из ролика и вот кроме того детектор надо проверять специальные источники которые излучают с у удержав установки через пулочку опускается источник все сигналы проверяются работают целые процедуры целая работа специально спектры видите 228 это источник радиотекционный излучает целую решетку гамма-линии и вот эти главные линии наблюдаются и потому на каком они месте у каждого детектора остаются на тех же местах можно определить нормальные работы детектора это существенный момент поэтому Шонок в докладе уделил этому много времени детектора они еще окружены тоненькими медной крадами это отдельная история потому что в аргоне тоже радиоактивные затопы после распада получается цепочка распадов после первого распада возникает ион притягивается детектор и второй распад уже идет на поверхности он создает фон нехороший а до половины фона именно от этого поэтому чтобы защититься статические грады достаточно толще 20 микрон нельзя иметь потому что мед близко это все активно это тонкая и очень кропоглевая инженерия на самом деле это как работают детекторы сигналы вот 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 такой сигнал означает что у нас прошло два двух местах взаимодействия это это явно двойной рассеяние двойной плотно рассеяние гамм квадрат внутри песта это все данные вот они колебровочные спектр для разных детекторов видите колебровочные пики кроме того можно измерять ширину этих пиков аппаратная ширина и все это контролируется и все до сих пор это что у нас с 11 года началась работа начался набор вот установки какие-то технические были вот он набор статистики и значит вот тут уже видите мы 20 вот эту искомую экспозицию нужную для получения ответа есть плавдора эффект или нет подтверждаем плавдора или нет в мае 2013 года в июне центральная часть была рассекречена в присутствии даже было такое действие на эти шоу было некое человек сто ну нет человек семьдесят нас сидел по одной точке из компьютера наш главный компьютерщик выбрасывал на экран то есть они возникали у нас в онлайн мы видели открыто по одной точке это по одной событии да там все было шесть событий но сейчас я покажу вот я хочу показать насколько на самом деле мы конечно очень точно параллельно измерили вот 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 эти точки это после вычета фона который это спектр двойного звук нейтринного классического нашего контраста и вот он измерил конечно с и формой точностью а вот здесь вот нам надо искать пик вот она цифра двадцать 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 распада по классической двух трех вот это вот разные эксперименты ну Гайденберг-Москва это Гайденберг-Москва Кландор отдельно это какие-то другие эксперименты худшие ну вот самые надежные вот эти Гайденберг-Москва Гайденберг-Москва вот с разным расчетом на самом деле здесь неоднозначная процедура обработки это процедура обработки математическая у нас событий не так много чтобы мы могли применять статистику в привычном классическом форме там применяется гораздо более тяжелая математика и варианты разные и поэтому ответы это вот наша работа по двумной тревоге классическому распаду это эпидемировка это уже новые детекторы добавлены по мере того как мы работали мы останавливали добавляли новые сделанные детекторы и вот эти детекторы как они проводят стабильность этих детекторов видите перед данной это то сдвиг положение вот этой линии самая высокая вот энергетическое разрешение детекторы вот вы видите оно мало менялось со временем энергетическое разрешение это ширина вот и наконец что вот это значит вот двойного это распад это фаны двойного это распад вместе с фаном и вот это блендированные закрытые застреченные заны там где может быть или нет кроме кстати обогаченных детекторов с германией фирмошистов были детектор статуральные там там его меньше 7% и поэтому эффект может быть соответственно финансов меньше то есть на этом уровне его это существенно то опять таки это самое а это время какие-то были выкрашены из технических соображений на период что это у нас модель фона вот до того как раскрывалась это блендированная зона по крыльям всем остальным с до 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 И вот по этим данным это полировалось, и вот иначе. Детекторы это вот синглсайд и мультисайд, и вот отбор детекторов по форме импульсов, то есть наш детектор быстрее и главный инструктор быстрее, и там уже вполне корректная процедура, она открыта, опубликована, она известна, как это делалось, так вот, мультисайд, стилет удавался браковать, тоже все опубликовано, все старались публиковать, чтобы, не дай бог, потом не сказали, что мы что-то сделали темно. Так, это вот, это специально опубликовано, вот сейчас здесь показывано, для того, чтобы люди могли убедиться, что работа корректна, что все подводные камни изучались, понимаете, много деталей, о которых я не имею возможности говорить. И вот это вот дубницкое совещание, когда вот люди, видите, уже стоят, смотрят, уже не... ну, работают 10 лет, и вдруг, наконец, вот результат, ну, что там, давайте выкроем. Вот это вот Анатолий Смольников наш, русский физик, который был лентализатом, кстати, сколько событий внутри блендированной зоны. На это устроили лентализатор, что-то что-то, но я его салбатская, ближе всех оказался к итоговому числу. Вот они, начались эти события, вот это вот события, вот видите, вот это вот событие в этой блендированной зоне. Вот это одно событие, это два события, одно, два рядом, опять по одному. Вот что. Значит, до пол шейф анализа вот сколько вот в этой блендированной зоне событий. Видите? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, это событие тут одно из них на краю, и, в общем, где-то восемь лица. А потом, когда провели пол шейф анализ, то есть отбросили в Малдисайд и вот событие вот с неправильной формой вируса, то получилось, что вообще нет ни одного события. Даже формы событий. Ну, при таком уровне фона, тут эта вероятность этого неудивительна. Это вполне, естественно, невероятно. Уровень фона, конечно, превзошенный значительно в Малдоровске, хотя и не дотянули до того, что он был в техническом задании. Несколько раз, там, раз, три, по-моему. Вот. Вот. Таким образом. Вот. Другой вариант, по другим группам дитектора, по третьим другим. Сейчас итоговый результат. Значит, что у нас получилось? лист событий. Вот три события. А почему наборы данных обозраны? Золотые, середины? Есть детекторы, которые чуть получше, у них разрешение получше, они более стабильно работают. Есть детекторы, которые чуть похуже, они имеют чуть худшее разрешение и менее стабильное. Ну, это связано, видимо, качество германии, качество, чистота материала, там, или какие-то логические дефекты изготовления. Специально были разбиты на три группы. Золотые, середины и какие-то там еще три части. На самом деле, это нормальный подход. Когда вы проверяете, обрабатываете статно-секцию экспериментарно, то можно разделить свой массив на части, обрабатывать отдельно, а потом три отдельно. Результат обрабатывают опять статистически. И если результат тот же самый, что и при полной обработке сразу всего массива, то, скорее всего, ваша обработка корректор. Но только, скорее всего. Опять-таки, это не есть доказательство. Во всяком случае, это намерка, потому что это правильно. И поэтому разбиение на группы, оно всегда происходит. Тем более, что, если бы у нас возникли плохие вот эти вот события, без нейтрильный, бы это распад только на худших детекторах, а хорошие бы не показания. Понимаете? Это было бы поводом засомневаться, что это именно лезет, как плохо работающих. И наоборот. Понимаете? Если хорошо работающий детектор все показывает, выкидываете плохие, все равно эффект остается. Вот это было бы убедительно доказаться, что эффект есть. Поэтому вот так и будет. Так. Итого. Вот у нас полный итог. Значит, наблюдено. Семь событий были делом на этой зоне. До шейф-анализа, то есть до анализа формы ЕБУСа. И после отбранковки ЕБУСа с плохой формы. Три остаться. И событий, конечно. Значит, в итоге что-то мы имеем. Это тоже, опять, да, разные другие события, да? Вот, смотрите, как выглядит спектр там, где ожидается пик. Значит, если пик вот такой есть, то у нас математика показывает, что вероятна апплитуда его должна быть куда-то. То есть наилучший метод. Хи-квадрат вам известен, да? Ну вот, по хи-квадрату прямая линия лучше дает хи-квадрат, чем в наличии хи-квадрат. Ну там, на самом деле, более тяжелая путематика, опять-таки. Я сейчас не буду убирать. Вот видите, разы. Частотный метод какой-то, вот этот, другой анализ. Другим методом боится. Я не знаю точно, фамилия это или место, откуда эти слова. Но это метод, кстати, обработки стран данных. Когда статистик очень мало. Так, и вот сравнение, что там, с кладдоровскими данными. Вот его, по-моему, красненьким показана его, апплитуда пика ожидаемого у него. Но видно, что мы эти данные не подвергаем. Так. Что там еще? Что еще здесь? Вот, в итоге, это так. Что кладдоровское заявление, что отвергнуто опровергнуто с высокой вероятностью. Опять-таки, нельзя ручить абсолютно с высокой вероятностью. Так, это что? И вот теперь, если собрать все данные вместе, а данные кладдоровских есть вместе. И вот, когда собраны все данные последних трех наиболее представительных экспериментов, то, значит, утверждается отсутствие эффекта с еще большей удивительностью. То есть, вот у нас выясняется, что больше, чем три на десять двадцать пятый лет, период Павайс Павла по бездутриму в год. Так, что тут еще? А это перспективы с Германии дальше. А это уже по-другим высотам. Дело в том, что никакой же Германии 76-го ищется. Из них дневная вода двойного подразма. Ближе всего к результату Германии это результат эксперимент с измерением 76-го ксеноза. Потому что Германии 76-го, он чем хорошим? Мы из него, из 76-го Германии, можем сам детеков сделать. Терепейка. Все, что внутри произошло, все дальше. Тоже самое с ксенозом. Существует газовый ксеновый счетчик. То есть, заполняется ксеновый счетчик, соответственно, ксенон, который относительно дешевле, он даже дешевле, чем Германии. Изотопия выявит. И вот поэтому из беременной дороги победительный. А теперь... В период полураспада по этой моде можно пересчитать на массовый нейтрин. Я возвращаюсь к физике. Если у нас нейтринос нейтринос нейтрино аннигилирует, то есть, частица является своей античастицой. Смотрите, у нас сейчас стандартные модели, и вообще природы пока, с предметальной данной, таковы, что все нейтрино левое и все нейтрино правое. То есть, нейтрино левое, что это значит? Значит, у него импульс и момент количества движений, главный момент, как говорится, направлены в эту положительную сторону. Это означает все левое место, спиральность. Так вот, если у нас два или две левые частицы, они могут анниглировать только тогда, когда одна из них правит. Значит, одна из них должна поменять спиральность. Так? Я правильно понимаю? Вот теоретически надо сам же переследиться, пожалуйста, мне сейчас за моей. Вот. А для этого нужна масса. Безмассовая нейтрино не может поменять спиральность никогда, ни в какой системе когда-нибудь. Вот, собственно, такой вот есть качественный аргумент в пользу того, что Майрановский, если недельный Майрановский, если процесс двойного гатораспада без нейтрино существует, то это означает, это дает указание на массу внутри. К сожалению, там есть еще коэффициенты, которые зависят от структуры ядра. Эти аргументы, они тоже не точно известны, поэтому пересчет модельнозависим, как говорят. Но тут понятно, что раз есть исцеляция нейтрино, значит масса есть, но как-то именно неизвестно. А тут это было бы указание на массу внутри покоя нейтрино в совершенно другом явлении. А есть теоретические оценки? Какое должно быть отношение этих двух каналов? Да, конечно. Да, конечно, есть. Значит, на самом деле, осцелляция гораздо более чувствительна от массы покоя. Чувствительна пока на порядок. То есть мы можем здесь увидеть массу нейтрино масштабом 0,3 примерно электронов вольта. А чувствительность осцелляционных экспериментов, там где нейтрино меняет свой тип, там порядка десятка миллиэлектронов вольт. То есть там где-то на порядок примерно лучше. Поэтому, собственно, стоит задача улучшать чувствительность и делать ВВ2, чем мы сейчас все озабочены. Мы добавляем купленные еще 40 килограмм в Германию, в Затоке, в России. Из них делаются детекторы. Значит, делается, смешанствуется вот эта система ВЕТА более эффективная. Все это идет, должно быть, с одной стороны увеличивается экспозиция, с другой стороны уменьшается. И вот Герда-2, Герда-фаза-2, которая сейчас находится в стадии подготовки, она работает. То есть я думаю, что мне до самой смерти будет иметь счастье заниматься этим удовольствием. искать этот безумительный ВЕТА-распакт. Ну, не все, наверное, из наших дежурок, я не дежурок на каких-то результатах революционного типа. Но, тем не менее, первую результат мы получили, мы проверили главную. В общем, достаточно убедительно. И, в общем, это результат мирового значения. То есть клаборация получила существенный рост, как сказать, авторитета. А это означает сразу же финансовую поддержку. Это европейские фонды. Мы развиваемся активно и энергично. Я надеюсь, что я поеду, я думаю, февралетом, поеду в июне по этому делу. Очередное сборище будет. Тоже определенная задачка в России делается. Германия делает эти вот отходы изготовления. Когда из затопных в Германии делают монокристаллы, или там сверху, как у них было очистка изготовления монокристаллов, остаются хвосты до 20-25 процентов. Материал-то дорогой. Это не просто германия. Это сатурка германия. Его бы надо вернуть. Вот этим мы занимаемся. Очистки хвостов. Это с помощью специалистов Модерейского института. Они работают активно. Установка будет сделана для гранца состояния. Потому что нельзя на поверхности Германии держать. Он активируется космическими ледами. Вот все запасы нашей Германии, они лежат на земле. И мы считаем дни на перевозку. На перевозке так или каких-нибудь контейнер? На контейнер, конечно. Из Сибири везли вот эту партию 40-х килограммового, там, по-моему, 15-тонный контейнер. И он всего-то там где-то 15 раз ослаблял. Интенсивность. Скорость наработки вредных радиоактивных ассоцией. Адрель на дороге? Нет. Треллер. Треллер ехал. Сейчас маленькими порциями. Восят это. Сначала в Бельгию там делали очистку этого материала. То, что мы получили то его с завода в виде, там, дороги с Германии. А надо это сделать металлическим. В общем, вот это идет работа. А сами не те, которые делаются в Америке. Вот. В контейнере, который лежит на самом дне вот этого контейнеровоза. На нижнем дне. И сверху он все-таки закрыт чем-то. И хоть он неделю плывет до Америки. Ну, вот сейчас считаем. То есть, считаете, что лучше в контейнеровозе, чем самолетом? Самолетом нельзя. Самолетом там сразу два порядка интенсивности минуты выше. Вот самолетом возить нельзя. Вообще. Кстати, вот... Просто с одной стороны самолетом быстрее, но там... Но там даже люди, стюардессы, пилоты имеют ограничение по количеству летных часов именно в связи с дозой облучения. Единственная санитарная доза, которая лимитирует количество времени, проведенного на Дверху, в высоте 10 км, это суммарная доза облучения. Там люди облучаются. И поэтому нельзя наше Германию туда поднимать. Самолетом возить нельзя. В общем, много инженерных задач, много интересных работ. Это большая коллаборация. Интересные люди. Мы уже подружились, уже какие-то полуродственные отношения уже возникли. Потому что отъедем друг другу туда, встречаются. Ну вот, ребята первокурсников я, наверное, не могу приглашать. А вот 4-5 курс мне бы сейчас пригодился. У меня сейчас один-два человека вот так нужны. Я бросил плечи среди тех групп, которых я вел в прошлом году. То есть они сейчас как раз пятикурсники. От начала 5-6 они бы сделали хорошие дипломы. Но это работа надолго. Так что если вы заинтересуетесь, вспомните про меня. Если я не по вороту, то найдете инженщика на кафе для общей физики. Валерий Владиславович, тут надо людей чем-то завлекать. Потому что тут, наверное, на первый взгляд получается, что люди работали 10 лет, 100 человек работало 10 лет. И в итоге получили, что... Обновали 7 событий. Из них 4 забраковали. А сколько диссертаций, сколько дипломных работ, сколько людей вышли в большой бизнес. Ведь на Западе молодежь, они стажируются в фундаментальной науке с тем, чтобы получить степень докторскую, постдоком поработать два года и уйти в фирму. Если у него в резюме есть работа постдоком, в исследовательской организации Института Макса Планка, то он сразу получает в разы большую зарплату. Он получает позицию серьезную. Любая фирма, вот такая, серьезная фирма, относится к такому опыту с большим уважением. Потому что тут же за этим кроется, понятно, большое количество интересных инженерных задач. Инженерных задач. А там физические задачи под инженерными лежат. Такие локальные, физические, там полупровняковая электроника очень сложная, там активация, ядерная физика, там очень такая тонкая и достаточно громоздкая и сложная. и разобраться во всем этом, не просто. Там же еще такая вещь, там есть еще, смотрите, если мы тут два электрина имеем, нормальный классический Б-краска. У нас есть то есть нейтрина электронная, плюс нейтрина электронная. Если мы отсюда уберем, значит тут можно написать нейтрино-электронную прямую, да? Я поменял частицы на эти частицы. У нас есть ядро. Полетает солнечная нейтрина, в которых 10 в 11 штук на квадратный сантиметр в секунду сквозь нас летает сейчас. Днем и ночью. Потому что земля для них не препятствуется, они не мешают землю. То есть у нас индуцированный распад идет. Это тоже канал. Его надо посчитать. Я тут начал было считать. Но надо посадить аспирантов, я думаю, если ты делал. Но некогда. Не довело до конца. Вот такая задача, вполне физичная и интересная. Качество телестрации по поводу нейтрина, всякие нейтриные телескопы, которые там, в воде Байкала, в Альтуар-Адарте, помещают там герлерный детектор. Как я понимаю, они же ориентированы на противоположное глушение. Используют самую землю в качестве фильтра, чтобы отфильтровать все, кроме гидри. В Байкале, да. В Байкале так, а в Средиземном море так. А вот во льду в Антарктиде, там то же самое с прозрачным домом. Они смотрят переговоры вниз. Дело в том, что в Байкале, вообще в море или в озере, есть биоседебутация. И если смотрят детектор вверх, то на него седает за год пленка полукоза. Прозрачность всегда теряется. Ну, вся эта биота опускается вниз. Причем, как ни странно, в Байкале, оказывается, вода более живая, больше биота, чем в Средиземном море. То есть люди специально замечают вот эти прозрачности. В Байкале чистейшая вода, да, но она очень живая. Там очень много микро-метов. Все эти ветки, которые впадают и висит. Наша пресная вода. А? Пресная же вода в соленой воде, наверное, потруднее жить. Нет, но вообще жизнь-то зародилась соленой водой. Ну да. У нас состав солености нашей крови равна солености морской воды. на центрацию натрия крови. Потому что мы все вышли из моря. Именно из соленой воды. Ну, в общем, задача... Это я почему вот эту задачку вспомнил? Что задача казалась бы инженерной, да, посчитать уровень фона, там, канал фона. Но там же надо знать физику. Инженер не посадишь на это дело. Надо сечение рассеяния найти. Или рассчитать сечение рассеяния. Сечение поглощения негатива. Тоже физика. Серьезная причина. А дальше начинается довольно-таки. Ну, и расчет. Теперь, теперь считается... Смотрите, вот тут нарисовали прилетает нитрин от Солнца. Там кто летит? Нитрин. Нитрин. Синтез, там нитрин. А? Там где синтез легкий, там нитрин. А где распроение, то фьюзер, то там у нас антинитрин. Ну, я, наверное, основного закончил. Я не знаю, если вы теперь благодарим докладчикам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И на реконструкцию, на переход от фазы два фаза один к фазе два. Это зайдет по плану год-полтора. Реально это бывает. Сроки в два раза увеличиваются. До трех лет это может быть фаза продлиться. Ну, наверное, три года нет. Но на два года вы должны успеть. Начнется набор, который пойдет в разы быстрее. То есть, там уже еще в год и два и уже будут результаты на порядок. Улучшен. По торшению сегмунционным. Наивная точка зрения, что можно взять детек, запилеть его на 2 года под замок, и после этого прийти и получить статистику, она очень грубо не верна. Калибровки же все время надо делать. Бестоянные калибровки идут постоянно, потом надо всю инфраструктуру поддерживать. Жиркий аргон. Это инженерия, это уникальная установка, необычная установка. Если там автомобиль современный, надо постоянно обслуживать, иначе он начнет развалиться у вас и делать не за что. А тут уникальная установка, которую сами создали с ошибками, с переделками, какие-то ошибки там остались, оказались неисправимыми. А можно вот несколько слов, например, в Гранцесс, там около десятьдесятка низкофоновых экспериментов проявленных идут. Можно там какие-то из них перечислить? Ну, а везде, значит, гумиум-детектор. Это нейтринный детектор, синфрационный детектор, огромный объект с целятором. Посмотрим, сходом на же телескоп. Там стоит Галекс, это галевый нейтринный телескоп. Он, по-моему, уже остановился, не знаю. В этом боксале такой же работает. Два галевого нейтринного телескопа существуют. Один на боксале работает, а другой работает или работает Гранцесс. Потом опера, вот эта установка, которая сенсацию дала полтора-два года, помните, сверхскоростные нейтринные были. Они там нашли ошибку, нет таких нейтрин. Просто там техническая ошибка измерения времени была. Где-то там в кабеле чего-то было неправильно. Понятно, сложно синхронизовать то, что происходит в Церне. Через GPS. Там стояли, и в Церне стоит, и Гранцесса стоят. В военной GPS станции. Да, но там же это еще и не на поверхности. Ну да, а там вот это время считается. Время распространения кабеля, это все же сгореть можно. Станции приемки находят там, конечно, еще 5 километров до кабеля. В общем-то, это тоже нетривиальная инженерная задача. Это нетривиальная инженерная задача. И вот из-за своей нетривиальности... Опера ловила нейтрины, которые метели туда из Швейцарии. Да, 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 да. Причем летели прямо под землю. Вот у нас земляец, вот Женева, вот у нас Гранца с Италией. Вот 730 километров походу сплоть землю летел кучок нейтрина, который на ускорителе был сделан специально. При распаде этих... При бомбардировке протонами частиц, образуется много бионов. А бионы распадают в бионы, это электроны. Они распадаются на электроны, то есть электроны на более легкие. И нейтрины до этого продаются. Вот эти вот нейтрины почему-то на ускорителе. Детектировался. А он детектируется двумя установками. Установка АПРА, установка РВД. Если РВД она без времени, Временная привязка у меня плохой АПРА, разрешение там. РВД она там же? Там же стоит. Да. Она рядом с нами стоит. Рядом с нами. Ну и получается, что не всю ту большую существенную часть установок так или иначе связана с нейтрино? Редкие события, да. А нейтрино имеет рекордно низкие вероятности взаимодействия существу. То есть если мы имеем вот такой поток могучий от Солнца, И несколько сотен событий в 60 тоннах, по-моему, галлия происходят за месяц. Потому что там они раз в месяц, они их очищают. Когда нейтрино попадает в галлии, происходит обратный распад. Возникает берега Германия. А Германия, берега радиоактивная, она обратно самолюется в галлии. У нее период распада полмесяца, там несколько, две-три недели. Значит, если эта галлия... А Германия от галлии химически можно отделиться, Концентрировать и посмотреть активность вот этого препарата. И так можно определить, сколько у нас нейтрино получалось, Сколько актов взаимодействия прошло, и плав. Поэтому подземная. Вот ветки с нейтрино часто много с нейтрино связаны, потому что с силовой пробленность. А у тебя нейтрино там еще... Так, а распад протона там не имеющий? Распад протона ищут везде. Любая мискофоновая установка, почти любая, Многие мискофоновые установки параллельно могут зарегистрировать и дефицировать распад протона. Просто чувствительность этих установок не актуальна. Они не малочувствительны по сравнению с другими, там, космологическими, астрономическими оценками. То есть многие оценки косвенные дают на разных... Ну, с этим пределом дайте люди. Точно так же, как с гравитонами. Как в подземной гравитоны тоже ищут. Вот в этом стоит. На баксване стоит установка, которая ищет гравитоны. Ну, если нет, не гравитон, а гравитон, 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 гравитон. В том плане, что один гравитон понимать еще более безнадежно, чем гравитон. Нет, ну, разумеется, да. Я, так сказать, немножко в декламных целях применять гравитон, гравитон, гравитон. Да, пока. Можно, но тут... Нужно ли? Нет, просто тут про отдельные гравитоны речи... Ну, конечно, про отдельных гравитонов вообще речи нет. Там же как про отдельные нитри. Потоки нитрида, большие потоки нитрида регистрируются. А штучные нитрида, конечно. Регистрироваться они штучно, как поток частиц. Нет, штучно. События штучно. Просто огромные мишени. Если поймают гравитационные волны, то поймают его не как поток гравитонов, а как классическую гравитационную волну. Я имею в виду вот это. Наверное, наверное. Нет, я не специалист в этом. Я напоминаю чувство. Я скорее... Значит, я себя позиционирую как инженера, знающего физику. Инженера уникальных установок. А знания физики я поддерживаю, преподавая на везде. Потому что, собственно, конечно, моя конкретная работа, она... Ну, с возрастом становится все более организованной, к сожалению. А вам с какими еще мистерфонами и экспериментами приходилось работать? Так. Значит, во Пехосальме, подземной шахте, я сейчас с физикими коленами участвую в рамках эксперименте Элма, мы смотрим на глубине 100 метров высокоэнергичные космические мионы. Те, которые на 100 метров проникают без особого труда. Тут у нас каждый мион еще пророждает целый вид шума всяких коричных частиц. Все коричные частицы на 100 метрах отфильтроваются, остаются одни мионы. Ну, естественно, высокие, низкоэнергетические. А по высокоэнергетичным мионам можно определить некоторые свойства этого первого взаимодействия высокоэнергетичного протона. Таких протонов и какой церкви не дают. Их очень мало даже в космических лучах. А мы их следы видим вторичные последствия. И там наш вопрос такой. Протоны это или что-то будет тяжелое. От этого немножко меняется пространство распределения этих коричных мионов, которые на глубине 100 метров плодоза действуют. Мы сделали реальный детектор. Эти детекторы стоят. А какие же там энергии? Сколько высокоэнергетичных? Там огромные энергии. Там энергии больше, сейчас, 12-й даже. У меня в голове путается, потому что в некоторых публикациях они в B у школу пишут, а в других в электронную. Могу ошибиться на 6 порядков из-за этого. Так что, скорее, в 10-9 год? Да, мгновенно 10-9 год. В 10-9, 10-9, это получается сколько? Нет. Здесь 17-18 или 2-2 лет, по-моему, уже. Все, нет дальше спектра. В общем, это в районе Калена. Там есть некий перелом в спектре космических мионов, который на Земле наблюдается. В районе этого перелома мы как раз изучаем. В общем, ускорителям для этих оборудов не хватает. Нет, а тут интенсивность очень низкая. Поток ускорителем хорошо работает. Они знают, когда у них идет вот этот импульс, батюш. Они включают все детекторы только на короткое время. Они в фон не накапливаются остальное. И скважины все еще. Понимаете? А здесь мы должны стоять и считать в фоне непрерывно. Потому что когда придет это событие, никто не знает. Нельзя выключать. Нет только синхронизирующего отчета, который есть на скорительной. И то, уже и скорительщики начнут подземную забираться. Хоть до 20 метров. В церне глубже, чем 20 метров. Ну вот сейчас эти детекторы финские, которые мы для Фина сделали, оказались очень хороши. И вот в Конфранке, это в Испании, там много лабораторий, все было очень красиво, хорошо сделано. Бывший директор Грансасов, он сейчас, значит, пенсионер. Он сам прибитил. Он сейчас директор этой испанской лаборатории. Он ее сам создавал уже, значит, с учетом всего своего опыта. Сделал ее, там и для персонала, и комнаты отдыха, и душевые. Там просто жить можно, прекрасно. Чистенько, все красиво, просторно, все продумано. Вот нам он попросил этим детектором измерить остаток на поток леонов в его лаборатории. Там не так глубоко, как называется, там помельче. Вот тоже сейчас стоит установка, 22 детектора, считаем, леоны выбирают статистику. За годик мы должны его сертифицировать. Ну, вот такие вот вещи. Ну, конечно, основной физический эксперимент – это Герберт, на котором я принимаю участие. А дальше просто используем опыт. Все процессы такие вот очень медленные, терапевые. Готик, чтобы измерить фон. Ну, на самом деле, а что? Вот эти ускорительные эксперименты тоже. Там же годы уходят, пока все это создашь. Работа очень интенсивная, хоть и медленная. А работа интенсивная? Ну, конечно. Конечно, работа надо. Работать приходится. Но это дешевле. Пока это немножко дешевле, чем ускорительный эксперимент. На самом деле, это альтернативный подход к поиску новой физики. Либо эта физика уже есть, но очень редкая. Ее надо с уменьшением фона найти. Либо нужно создать эту новую физику, ударив как следует ускоритель. Но осцилляция нейтрина – это как раз не ускоритель? Ну, ускоритель тоже. Это ускоритель. Это не ускоритель. То есть, осцилляция ускорительных нейтрина тоже измерены. Вот эти нейтринные потоки ускорительные тоже. Мы возначили там как раз ускорительные? Вот опера как раз для этого и сделаны. Она нацелена на осцилляцию вот этой нейтрины. Там как раз в основном летят неонные нейтрины. То есть нейтрины более тяжелые. Нейтрины второго поколения. Это не только с нейтрины. А какая масса? Какие нейтрины, какого поколения тяжелее? Это уже сикполитон. То есть для студентов небольшой комментарий. Что нейтрины на лету из электронного превращаются в нейтрины и обратно. Это автоматически означает, что они имеют массу. Потому что безмассовые частицы летят со скоростью света. А для частицы, летящей со скоростью света, время стоит. Она ни во что превратиться не может пока в кого-нибудь не ступится. А вот от солнечной вот эти электронные нейтрины, которые испускают Солнце, то оно точно летает не надо лететь до Земли. А остальные превращаются, скорее всего, в нейтрины. У Артула Кладка в интриге одного из романов начинается как раз с того факта, что от Солнца до нас подлетает в половину меньше электронного, чем должно. Молодец. И дальше после этого следует предположение, что Солнце взорвется как новая звезда. То есть модель Солнца не верна. И соответственно дальше вокруг этого разворачивается все нитрины. Но, собственно, исходная точка как раз недостаток Солнечной нейтрины, который, как потом, много позже выяснилось, связан с Истиляцией. Ну да. Не вернее. Это роман «Действие далекой Земли». Там есть еще одноименный рассказ, но в рассказе это момент отсутствия, когда мы работаем в самом начале присутствия. В общем, 20. Какая вот работа, так что. Конечно, если у вас найдутся толковые ребята, склонные к экспериментам, мне в свое время спокойно смена поставляли на ребят, когда я тут не работал. И он мне буквально, он проводил семинар у тебя физики, дополнительный. Мы выходили, ребята, и он отбирал, кто из них тяготеевых экспериментов. И мне сподобил человек пять-шесть. Потом рухнуло все, началось вот эти лихие девяностые. Конец восьмидесятых, начало девяностых у меня все хорошо пошло. Одна девочка вышла замуж за спаться. Единственная студентка, которой я боился на семинарах. За всю свою жизнь. Попедаватели поймут, что это значит. Вот. Ну, иногда не знаешь ответа на вопрос. Он с ребятами, как ты со всеми практически мог отшутиться, как-то отойти, как-то вывернуться. А это вот смотрит в свои чистые глаза, рвется. Ну, вот все-таки. Это, конечно, хорошо, что вы там пошутили, это смешно. Но вот вы в этом будете. Да нет, хорошая девочка, конечно. А ребята стояли за следами. Потому что кто-то. В Дубну я их как-то привел. Но там в Дубне тоже начались сложности большие. Переломный был момент. Но странный для вас это история, да? А про гранатус это было довольно трудно. Так что сейчас начинаю с начала опять. Ищу ребят, набираю ребят. И сменки я тоже. Ладно, спасибо. 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 Спасибо.